Похоже, перемирие закончилось, и Рита Дакота с Владом Соколовским больше не друзья. Спустя два года после расставания с Владом Соколовским, певица наладила личную жизнь и даже смогла помириться и простить Владу обиды и измены. Но вчера Рита Дакота вдруг снова вспомнила о неверности бывшего мужа, спровоцировав публичную ссору. Все произошло после того, как Дакота опубликовала в своем инстаграм пост, в котором призналась, что до сих пор испытывает испанский стыд из-за поведения своего бывшего мужа. Поднять эту тему вновь Дакоту заставила недавняя встреча с неизвестной девушкой, которая произошла на дне рождения общих друзей. Дакота рассказала, как на вечеринке к ней подошла девушка и сказала, «Прости, я тут шампусик и выпила, вот смелости набралась подойти и сказать, как я сильно восхищаюсь тобой и твоим творчеством. Так сильно люблю тебя, что даже не поехала в сауну к Владу, когда он написывал, «Я не такая, я не сплю с чужими мужьями, у которых беременная жена». Рита поблагодарила ее, обняла в ответ, но сама в этот момент испытала ужасный стыд. Пост Риты Дакоты пришелся не по душе Владу Соколовскому, который сейчас состоит в отношениях с девушкой Ангелиной. «Браво!» – написал он. «Уважением тут и не пахнет. Для меня твоя книга закрыта. Твоя же только пишется. Общайся, как тебе угодно, и пиши, что захочешь. Желаю любви». Дакота ответила на выпад бывшего мужа, отметив, что намерена честно делиться с поклонниками всем, что происходит в ее жизни. «Влад, при всем уважении к тебе, как отцу нашей общей дочери, я буду говорить со своей аудиторией о своих чувствах честно и открыто, и в песнях, и в постах, и в будущей книге, если ей суждено случиться. Мне жаль, если тебя это задевает», – обратилась она к певцу публично. И несмотря на то, что Дакота признавалась, что пережила ситуацию с изменами Влада, все же спустя два года после расставания она продолжает испытывать стыд за его действия и не знает, как избавиться от этого чувства. Влад же обвинил ее в неуважении и сразу же отписался от ее страницы в Инстаграме. Соколовский также назвал их отношения с Дакотой псевдодружбой, а ее прощение – псевдопринятием. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Впереди много интересного.